Как рассказали специалисты-санэпидемиологи, с 1 декабря в области начался сезон ОРВИ и гриппа. На сегодняшний день зарегистрировано порядка 5000 заболевших. У одного человека обнаружен грипп. Специалисты отмечают, что этот показатель ниже прошлогоднего. И пока эпидситуация остается стабильной. Этой зимой ожидают три штамма гриппа. Три штамма гриппа, если перечислить, то штамм А, H1N1, как бы называемый Мичиган, потом H3N2, так называемый Сингапур. И третий штамм – это ВИДБ, так называемый Колорадо. По области охватили вакцинации против гриппа 65 378 человек. Более 65 тысяч человек. Это если учесть от всего общего количества населения области, мы охватили вакцинации против гриппа 10,2% населения области. С целью проверки качества продукции в текущем году специалистами департамента охвачено порядка 290 объектов торговли. Отобрано около 4 тысяч образцов продукции. Большая часть – продукты питания. Согласно результатам, 11% от всей продукции не соответствует качеству. Нарушения выявлены в основном в плане маркировки. Также выявлен ряд несоответствий по микробиологическим показателям. По микробиологическим показателям выявлено 54 проб несоответствий или 23%. Несоответствующая продукция обнаружена как в районных центрах, так и на торговых, а на продукциях, закупленных на торговых объектах областного центра. Например, колбасные изделия, вареные из мяса кор, колбаса южная, закупленные в магазине «Жастал» города Ахсай, Бурлинского района. В преддверии новогодних праздников специалисты советуют жителям и гостям города быть внимательными при посещении кафе и ресторанов. Приобретая продукты питания, необходимо обращать внимание на срок годности и качество упаковки, правильно проводить термическую обработку. Кроме того, салаты, заправленные майонезом, не стоит хранить более суток.